Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях президент торгово-промышленной палаты Одинцовского городского округа Виктор Иванович Тарусин. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! А тема нашей сегодняшней программы – как работает бизнес-сообщество муниципалитета в условиях пандемии коронавируса? Да. Ну, это такой сложный вопрос, что в рамках нашего интервью мы вряд ли сможем полностью ответить на этот вопрос. Слишком комплексный. Ну, хотелось бы сегодня, да, все-таки основные моменты проговорить, именно какие меры поддержки существуют, как справляются бизнесмены с непростой ситуацией, которая, конечно же, коснулась каждого. Да, ситуация действительно в бизнесе, в экономике в целом очень сложная, и меры, предпринимаемые правительством, они, я бы сказал так, секторальные. К сожалению, не весь бизнес признан пострадавшим от коронавирусной инфекции и от последствий этих ограничительных мер, которые вводятся властью. И это, наверное, самый больной вопрос – понять, относишься ли ты к этой пострадавшей категории. Ну, бизнесменам могу порекомендовать зайти на сайт налоговой инспекции, у них есть теперь специальный сервис, где в рамках одной интернет-странички, введя ИНН своей организации, свой аквет, вы можете понять и оценить, насколько на вас распространяются те самые льготы, субсидии или отсрочки по кредитным и прочим обязательствам. Вот все-таки сейчас эти механизмы отлажены уже, потому что когда только-только все началось, когда был установлен режим самоизоляции, закрытие предприятий, закрытие предприятий малого и среднего бизнеса, ну, очень много было сообщений в соцсетях, и к нам в редакцию тоже звонили, спрашивали, что не работает, не можем получить, как это действует, как оформить срочку по кредитам. Вот самый главный вопрос. Удивительно, что звонят даже к вам, в принципе, эти звонки можно адресовать и на горячую линию торгово-промышленной палаты, как российской, так и московской областной, и нашей Одинцовской, все телефоны выложены на соответствующих сайтах, и, ну, вплоть до того, что мой мобильный, он является в том числе телефоном горячей линии, я отвечаю на... Ну, много было действительно конкретно к вам? Да, звонков очень много, очень много звонков. И лукавить не буду, действительно, то, что объявляется на высоком уровне о мерах поддержки, недостаточно оперативно реализуется все-таки внизу, но за эти прошедшие недели многие вещи стали действительно доступны. Ну, в частности, вот первое, о чем можно сказать, что банки, ну, в первую очередь Сбер, начали выдавать вот те самые обещанные кредиты под 0% для выплаты заработной платы сотрудникам. У нас уже прошло так называемые две волны поддержки, объявленных мер поддержки со стороны правительства. Соответственно, есть определенная задержка в плане реализации этих мер поддержки, поскольку сначала объявляется на федеральном уровне, потом это все должно подтвердиться на региональном, ну, а далее уже реализуется на земле, на местах, на муниципальном уровне. Есть определенная такая вот естественная задержка. Но вот сейчас исполняющий обязанности премьер-министр Российской Федерации Белоусов поставил задачу правительству до 11 мая подготовить третий пакет мер. Как заявлено, этот третий пакет будет больше ориентирован на сохранение рабочих мест и поддержание жизнедеятельности пострадавших компаний и предприятий. Это самый больной вопрос, вот именно сохранение рабочих мест. Потому что все прекрасно понимают, что практически сейчас у каждого есть обязательства и перед банками, и перед семьей. И действительно люди, которые не работают в госструктурах, в бюджетных организациях, а работали в частном бизнесе, получали зарплату непосредственно от компаний частных, то они оказались в непростой ситуации, потому что далеко не все компании сохранили заработные платы или сохранили их в полном объеме. Мы все это прекрасно знаем, мы все прекрасно понимаем, что ряд таких возможностей есть далеко не у всех. Абсолютно с вами согласен. Ну вот возвращаясь к нашему городскому урагу, я могу сказать, что активно идет сотрудничество бизнес-сообщества с администрацией. И на регулярной основе мы проводим, ну теперь на удаленке, это так называемая конференц-видеосвязь конференции с участием представителей администрации. В частности, сегодня в 12 часов была такая ВКС с заместителем главы Одинцовского городского округа Кондратским. Чем интересно это общение тем, что в нем принимают участие представители наших регуляторов. То есть и налоговая сегодня была, и был Госантехнадзор, были представители нескольких банков, которые в принципе подтвердили готовность и, собственно говоря, уже практическое осуществление вот этих самых мер по поддержке именно работников. То есть выдачи кредитов для сохранения рабочих мест. Поэтому предлагаю всем еще раз обращаться по всем накопившимся вопросам и в торгово-промышленную палату, и в администрацию Одинцовского городского округа. Ну, кроме всего прочего, в Телеграм у нас есть свой Телеграм-канал, называется «Профессионалы Одинцова», где выкладываются в оперативном формате все документы, материалы, которые мы получаем из различных источников. То есть здесь аккумулируется весь комплекс информационного массива, мер поддержки всех уровней. Кроме того, Торгово-промышленная палата Российской Федерации смогла мобилизовать представителей основных федеральных регуляторов, которые отвечают за поддержку бизнеса. Это и Минфин, ЦБ, Налоговая, ФСС, Роспотребнадзор. Вот с этими организациями на регулярной основе проводятся вебинары. Информация об этих вебинарах также находится на портале профессионала Одинцова. Чрезвычайно полезные, актуальные материалы и те самые платформы, на которых вы можете задать вопрос напрямую представителям на уровне замминистров, кто участвует со стороны этих органов в подобных дискуссиях. И тогда меньше придется вам на вашем телеканале отвечать на вопросы, на которые всегда трудно найти ответы. Как правило, мы их как раз таки и маршрутизируем к вам, просто подсказываем, куда обратиться, кому, кто действительно может помочь и разъяснить в первую очередь. То есть для людей очень много вопросов и хочется, чтобы они получили максимально полный ответ. Еще такая группа вопросов, которые я хотел бы сейчас озвучить, это вопросы арендаторов к арендодателям. Так вот прям сняли с языка, Виктор Иванович. Хотела вот сказать, акцентировать внимание на том, что очень многие арендодатели именно в нашем муниципалитете с первых дней введения режима самоизоляции, карантинных мер, они, в общем-то, пошли навстречу тем, кто арендует у них площади и снизили где-то, сделали отсрочки. То есть это очень здорово, когда вот в таком тесном контакте удалось так быстро наладить вот это взаимоотношение. Ну, это да, есть и положительные примеры, есть и негативные ситуации, где арендаторы приходят к нам с просьбой повзаимодействовать или подтвердить форс-мажор, или выступить на стороне арендатора и договориться с арендодателем. Действительно, ситуация неоднозначная. Не в любом случае арендатор может подтвердить сам факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Условно говоря, сам факт снижения потока покупателей еще не является форс-мажором. И поэтому здесь чисто с юридической точки зрения, конечно же, решить вопрос не всегда представляется возможным. Здесь вступает уже в силу... Мне кажется, здесь должно вступать в силу человеческое качество. Человеческое качество, все-таки понимание ситуации в целом. Но ведь все видно невооруженным глазом. Тем более правительство, в принципе, и здесь пошло навстречу бизнесу. И есть уже постановление правительства о том, что арендодатели, которые обеспечат снижение арендных платежей хотя бы на 50%, не менее 50%, получат возможность получения льгот на налоги на землю и на имущество. Соответственно, они зеркально получают поддержку со стороны государства. И ее таким образом через арендную плату предоставляют своим арендаторам. Для того, чтобы сохранить рабочие места и сохранить эти компании как бизнес. Но, опять-таки, заявлено это было в самом начале. Реализовалось в реальных документах на уровне нашего региона буквально две недели назад. Сейчас это уже принимает массовый характер. Но мы действительно видим и мы признательны тем арендодателям. Вы проводите большую работу, безусловно, с ними. Ну, это чисто информационная работа. Мы можем только уговаривать. Мы не можем предпринимать никаких силовых или принудительных мер к арендодателям. Потому что мы понимаем. Их тоже же понять можно. Это люди, которые когда-то вложили средства. С другой стороны, если завтра уйдут все арендаторы, то прибыли... Не будет и у арендодателя. Конечно. То есть, здесь как бы палка на двух концах. И здесь каждый в зависимости от другого человека находится. Именно так. Поэтому, может быть, сегодня стоит сделать один шаг, а завтра вы уже сделаете следующий шаг вместе. И сохраните при этом и свою прибыль, пусть и в меньшем количестве, но тем не менее. Здесь как раз баланс интересов находится где-то посередине. Мы должны понимать, что совсем не платить невозможно, потому что там еще, помимо всего прочего, и коммунальные платежи, и платежи по охране помещений. Это все невозможно одномоментно остановить и заморозить на 100%. То есть, всегда возникают какие-то накладные расходы по содержанию того или иного помещения. Мы это тоже прекрасно понимаем. Поэтому, да, идем от печки. Правительство дало послабление по налогу на землю и на имущество. Соответственно, арендатор должен получить часть этих льгот в виде снижения арендной платы. Идеальный вариант, конечно, обнуление ее и сведение до оплаты коммунальных расходов по конкретному помещению. Вот, мне кажется, это было бы идеальным решением в взаимоотношениях арендаторов и арендодателей. Очень большой урон нанесен в сфере услуг. Как вы считаете, какие прогнозы, когда смогут рестораны, салоны, фитнес-клубы и так далее, так далее, открыть свои двери для посетителей и, может быть, не сразу, не в массовом таком характере, но потихоньку возобновлять свою деятельность? Здесь только могу немножко процитировать госпожу Попову, главу Роспотребнадзора, которая вчера объявляла уже о возможном ослаблении режима самоизоляции после 12 мая. Речь идет как раз о возможности постепенного возобновления деятельности и сферы услуг, но и в том числе и частично общепита. Но это первый этап, который будет подразумевать возобновление деятельности таких торговых точек, ресторанов, кафе небольшого формата. Это 50 квадратных метров, 5 столов, соблюдение всех санитарных норм, применение средств защиты и так далее. То есть, это возможно, но в определенном смысле это зависит от статистики, от динамики роста заразившихся, который, к сожалению, на сегодняшний момент, мы видим, продолжает расти. В ближайшее время, конечно, мы не увидим одномоментного открытия всех точек сферы услуг. С другой стороны, мы понимаем, что без таких ежедневно востребованных услуг, как шиномонтаж, автомойка, Мне до сих пор непонятно, почему эти центры технического обслуживания работают только на государственные предприятия, в интересах государственных предприятий, у которых есть с ними долгосрочные контракты, на обслуживание только транспортных средств наших экстренных служб. А остальные? Вот поменять шипованную резину на летнюю, помыть свою машину. Пропуска мы водоем, машины ездят, портят дорожное покрытие своими шипами, а формально, официально поменять резину нельзя. Я считаю, это просто недоработка. Вот такие службы должны оказывать услуги в том числе и частным клиентам, потому что если вы разрешаете по пропускам частным водителям осуществлять перемещение по области... Безусловно, машина тоже ломается. Конечно, значит, есть прямая потребность открыть эти точки ремонта. АЗС же работает в штатном режиме, казалось бы. То есть это вот все тянется по цепочке, одно за одним. Но у населения ведь есть еще одна проблема. Салоны красоты не работают, казалось бы, где подстричься? То есть вот какие-то такие привычные всем услуги, на которые в своей обыденной, обычной жизни мы редко обращаем внимание, и все это делается на автомате, то сейчас мы сталкиваемся с тем, что это действительно очень сложно сделать, реализовать и нарушать законодательство. И какие-то рекомендации тоже не хочется, потому что я знаю, что есть такие прецеденты. Я не говорю сейчас про наш муниципалитет, я в целом. То есть некоторые мастера принимают дома, но опять же, это все риск. Это все большой риск, и было бы, наверное, безопаснее и для людей, и для мастеров, безусловно, чтобы это все уже как-то было открыто с соблюдением всех норм, но все-таки проходило в профессиональном пространстве, в условиях недомашних. Это обеспечит как раз централизованный контроль за соблюдением всех санитарных мер. И в этой ситуации, условно говоря, будет с кого спросить, если что-то случится. И клиент должен понимать, что вот в частном секторе, когда ты получаешь эту услугу условно незаконно, то ты рискуешь кратно больше. Ну, ты автоматически подписываешься по тем, что никаких претензий ты не имеешь, и ты со всем согласен. Но если это уже в условиях организации, компании и определенного, безусловно, места, которое работает по соблюдению всех норм и требований, то здесь уже есть кому предъявить определенные требования. В этой связи можно сказать, что федеральный центр предоставил полномочия региональным властям, то бишь губернским властям, принимать самостоятельные решения по открытию тех или иных сфер деятельности. В этом смысле трудно не согласиться с позицией президента, что в каждом регионе у нас обстановка с распространением коронавируса весьма отличная. То есть, в Москве по 5 тысяч заболевших каждый день в этом большом агломерате, а в Московской области речь идет о полутора тысячах, а где-то там в Ненецком округе, например, один человек заболел, и какой смысл там закрывать все салоны красоты, скажем так? Это на усмотрение непосредственно властей как раз Юрия Васильевича Бездудного, который сейчас у нас возглавляет Ненецкий автономный округ. Я думаю, что он не пошел на крайние меры, и салоны красоты там работают. Виктор Иванович, но все-таки в завершении нашей программы ваш прогноз? Сейчас, когда мы празднуем 75-летие Великой Победы, весь год, собственно говоря, это год 75-летия Победы, сам этот факт внушает оптимизм и уверенность в том, что если мы смогли пройти тогда, наши предки смогли пройти тогда, 1418 дней самой кровопролитной войны, то с коронавирусом-то мы уж точно справимся. И справимся, на мой взгляд, это грубо, но до конца года, я думаю, все должно вернуться на круги своя. И все спекуляции и все конспирологические теории должны будут просто по факту развеяться. Мы пройдем через этот эпидемиологический период, надеюсь, достойно. Да, без потерь не обошлось, и, наверное, еще будут потери, в том числе и экономического характера. Но то, как сейчас комплексно работает и правительство, и федеральные, и муниципальные власти, говорит о том, что есть стратегия, есть понимание дальнейшего движения. И главное, что нынешний состав руководящих органов, в первую очередь, и блок правительства, кто занимается экономикой, предпринимают, на мой взгляд, адекватные меры по сохранению бизнеса в целом. Поэтому я оптимист. Я надеюсь, что, как я уже сказал, до конца года ситуация выправится. А дальше только вперед. Спасибо, Виктор Иванович, за содержательное интервью. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Берегите себя, оставайтесь дома и смотрите телеканал Одинцова. До свидания. До свидания.